Девушки отдыхают Ну, в 16 лет идея появилась, да, наконец-то, вторая. И вот, и как бы я созрел, опыта набрался. Те ошибки, которые я, скажем, юности или же неопытности, да, я понял. И хотел уже себе показать как продюсера. На самом деле, в 2012 году мы, когда сделали концерт, который вы только что видели, мы решили каждый отдельно тоже попробовать себя в каком-то ином отрасли. Вот сейчас мы знаем, что Достан у нас уже успешный актер. У Нурлана у нас в Бишкеке свой телепроект, телеканал музыкальный, да. Ну, из пола-то вообще головой ушел в киноиндустрии, да. Соответственно, естественно, а теперь что я могу? Ну вот, продолжать, скажем, свой путь, да. Естественно, это тоже момент, когда ты понимаешь, ты стареешь. Я бы сказала по-другому, взрослеешь. Ну, да, спасибо большое. Группа «Найнти-уан» Боже мой, боже мой. Давайте, ребят, познакомимся для начала. Ну, конечно, эти барышни вас знают. Но Марине Рузакуновой надо узнать ваши имена. Да, надо было узнать. Меня зовут Зак. Я рэпер и хореограф этой группы. Это Айзи, наш рэпер. Бала. Вокалист. Эйс. Вокалист. И Олем. Ну, мы все знаем, что за скандал разразился, когда один из музыкальных критиков решил высказать свое мнение о том, что так настоящий музыкант в нашей стране выглядит не должен. Я знаю, было в интернете очень много откликов, крайне негативных. Впервые хочется начать с нас, Орда. А, с вас все-таки, да? Да. Опять к вам? Да. Ну, просто, видите, на самом деле очень много, скажем, негативов и к нам было так же. Когда мы начинали. Да, когда мы начинали. Очень много. Не признавали. Ну, Алла Комарова нас знает. Мы, в принципе, те люди, которые близко к нам, они знают. Соответственно, естественно, я прекрасно понимал, что произойдет, если я вот что-то такое, подобное такой группы создам. И именно поэтому я, как бы, ребят учил, готовил к сцене, и что будет вот такие, как бы, неадекватные люди будут говорить. Может быть, неправильные вещи, по-моему. Это чисто мое мнение, да. Поэтому, ну, в любом случае, это то, что продолжение моего пути, наши пути, да. В свое время мы были в тренде, сейчас эти ребята в тренде. Вот и все. Можно, да. Мне кажется, на самом деле, на самом деле все относительно. Десять лет назад, как сказал Ербулат, мы были в тренде, мы выглядели, ну, одежда меняется, мода меняется, стили, они так миксуются. Я думаю, что лет через десять вот эта публика, поклонницы группы Нэн Ти Ван, они будут просто с ностальгией вспоминать эти костюмы, и они будут казаться им совершенно невинными. Поэтому все относительно из-за костюма. Алла, как вы можете оценить продюсерский талант, коллеги? Коллеги, да, теперь уже коллеги. Тоже хотел, кстати, добавить, когда только ординцы появились, всех действительно не принимали, Леша. Я помню, что я плакала вечера, ну, в смысле, вспоминая, что там какие-то были негативные выкрики в публике, когда они выступали на площади, потому что они были первыми, а единственными в своем роде. То есть это был бойс-бенд, который пил на казахском языке, и они ломали стереотипы и одеждой, и песнями, то есть и стилистикой абсолютно. То есть был период такой. Потом уже, когда ординцев приняли, аплодисменты, кстати, и овации были покруче, честно говоря. Я это уже так вспоминаю. Там девочки в обмороке падали. Все было. Поэтому, на это я уже говорю, потому что касательно продюсерского таланта, Ербулат вообще изначально был, я вообще называла его Бетховен, потому что он был, он был такой очень, он был очень такой, сугубо очень творческий человек. И у него было такое видение, которое опережало на несколько лет вперед, то есть какие-то там, я не знаю, ну, скажем, работу, да, продюсерскую. И вот на сегодняшний день я его считаю блестящим, талантливым, молодым продюсером, за которым, я думаю, что, который еще многого добьется, и у которого будет еще не один проект, даст Бог. Спасибо. Динара, а вы участвовали в этой интернет-байге? Конечно. Когда говорили, что, ой, красится, штаны-то как чулки надевают, серьги, душа. Да, 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 я выставила фотографию ребят. И что сказали? Я процитила Равала Форда, который говорил о том, что всегда будут люди, находятся люди, которые будут говорить, будь как все, умейте сопротивляться, и поддерживайте всегда тех, кто пытается быть таким, какой он есть, или тот, кто пытается выразить свое творчество самыми разными моментами. И я, знаете, это вот, я хотела, вот этот вот скандал, мы говорим, что у Миха, абсолютно, если бы его не было, его надо было придумать. Потому что это абсолютно продюсерский ход, отличный, просто отличный, да? Вот. Это вызвало такой бешеный интерес. Жаль, что их оппоненты этого не понимали. Это те, кто не знал, условно. Но есть еще один момент. Там женщина со мной в Инстаграм спорила, вот у меня тоже есть мальчик, и вот я бы не хотела, чтобы он красил волосы. Давайте, как к этому относиться, да? У меня тоже сын, подросток. У меня ребенок, я его никогда не стригла. Вот он с длинными волосами у меня всю жизнь был. То ли что? У меня есть такая тоже... Это плохая мама. Нет, нет. Да, да, одна из по-другой. Мне просто лень стричь. Да нет. Я просто считаю, что длинные волосы у мальчишек, это признак непокорности, это признак того, что ты можешь сопротивляться общественному мнению, да? Потому что не каждый может сопротивляться общественному мнению. Та проблема, которая сегодня есть, это просто проблема отцов и детей. Мы, они просто другие. Мне все равно, какого цвета у них волосы. Мне важно, как они работают на сцене. Есть энергетика, у них нет. Как по-другому? Сейчас группа 91, это явление в Казахстане. Самое обсуждаемое. Это абсолютный продюсерский успех, я считаю. Слушайте, а это... Вы точно не подговаривали вот вашего оппонента, который так вот вас на одном из ток-шоу? Нет. Нет? Это искренне было. Искренне, да? Да, искренне. Я говорю, ну, если бы это не было, его надо было придумать просто. Надеюсь, так же искренне сейчас исполнит свою песню группа 91.